Всем привет! Мы команда WatchFox. У нас есть крутой логотип. Посмотрел на предыдущих команд, что-то ни у кого особо логотипа не было, а вот старались, рисовали. Что мы такое за команда? Мы подумали и решили, что безопасность в наше время — это всё. Кого интересуют ваши данные? Они интересуют тех, с кем вы живёте, злоумышленников, ваших работодателей, и вообще практически любого, у кого вы встретите на улице, интересуются, что у вас там такое в телефоне. Целью нашей команды было предоставить пользователям Sailfish удобные инструменты для шифрования личных данных. Как известно, в Sailfish встроенных инструментов, хорошо развитых, ещё нет, но так как операционная система основана на ядре Linux, мы можем воспользоваться всеми преимуществами этого фактора. Мы воспользовались подсистемой шифрования и предложили решения, которые позволяют полностью зашифровать папку Home, в которой хранятся личные данные, и разместить их на SD-диске. Подробнее, подробнее, вам расскажите. Фактически мы взяли стандартный модуль шифрования DaneCrypt и Crypt Setup, как OPS, и подробнее мы написали ещё фактический интерфейс. Система в данный момент может открыть зашифрованный раздел, ремонтировать его за место домашнего каталога, и использовать... Затем система может пользоваться этим каталогом, как будто домашним, и все данные будут о нём зашифрованы. То есть, спорно шифровать. В дальнейшем мы планируем добавление возможности использовать зашифрованные флешки не только как подмену Home, но и как просто склад для любых файмов, такие как музыка, фотография или чего угодно. Также мы планируем добавить возможность сделать полное шифрование флешки силами самого устройства. Вот, сейчас будут стримшоты. Вот, как и соответственно, наше приложение. Вот его первая страница. Подтверждение того, что пользователь понимает, что чтобы выйти из безопасного режима, ему придётся перезагуститься. Вот как выглядит устройство в безопасном режиме. То есть, кнопки все исчезают, говорится, что мы уже безопасны, все хорошо. Вот, и вот пример. Примерно, на программе заметки. Вот заметка не зашифрованная. Вот заметка зашифрованная. То есть, когда мы переходим в безопасный режим, после повторного запуска провожения заметки, содержимое полностью поменяется. Так как все файлы, все настройки хранятся в процессе в полной. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Так, а что произойдёт, если мы зашифровали файлы, запускаем те самые заметки? То есть, там уже файлы-то вообще не надо читать для выделения. Нет, на самом деле наша программа поддерживает два режима работы. А если мы работаем в опасном режиме, не зашифрованном, у нас используется одна папка, в которой хранятся не секретные данные. Как только пользователь запускает приложение, вводит пароль, монтируется зашифрованная папка, и в ней уже содержимость более ценной информации, которая только в это время становится наступной. То есть, либо ценная информация, либо основная. Да, именно так. И пока злоумышленник не запустит приложение, и не зная пароль, но он его и не запустит, он, соответственно, не будет знать, что на системе хранятся зашифрованные данные, и не получит им наступок. Если мы ее вытернули, все данные будут находиться в зашифрованном виде, так как расшифровка проходит на лету, следствует, мы будем говорить, да. Да, это же системы, которые входят в кучу, настройки системы изначально программы скопированы, которые не представляют в себе ценности для злоумышленников, и, соответственно, сейчас этот функционал еще не реализован, но программа будет копировать конфигурационные файлы из безопасного режима, в опасном оборудовании, если это потребуется. Если это потребуется, то есть сам хом на телефоне, а он открытый? Сам хом на телефоне имеется открытый, но есть безопасная версия папки хом, которая хранится всегда зашифрованном виде. То есть, любой документ, который не желательно для попадания в чужие руки, он хранится просто в отдельном холме, который зашифрован. Стандартный протокол, с какой протокол, как и данный чел? Используется протокол SHA-256, и, соответственно, с крючком 256-б. Демкрипт, нет? Демкрипт, на сколько вам все предоставляют. В принципе, на использовании стандартного. Так вот. Ладно, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok